Тема лекции «Медико-социальные аспекты демографии». Мы дадим определение и поговорим о значении медицинской демографии для здравоохранения. Дадим характеристику численности и состава населения. Поговорим о миграционных процессах, их влиянии на здоровье населения. Обсудим основные демографические показатели, их уровни, тенденции, особенности. А также поговорим о значении некоторых факторов, определяющих основные тенденции, показатели и особенности медико-демографических процессов. Демография – это наука, которая на основе анализа политических, социальных, экономических, биологических и других факторов изучает закономерности признаков и процессов в структуре, размещении и динамике населения. Термин «демография» имеет греческое происхождение от слов «демос» – «народ» и «графос» – «писать-изображать». Таким образом можно определить демографию как науку о населении. Под населением мы понимаем совокупность людей, объединенных общностью проживания в пределах той или иной страны или части ее территории. В круг проблем демографии входит изучение территориального размещения населения, а также события, происходящие в населении в связи с политическими, социально-экономическими процессами в обществе, а также условиями жизни, традициями и другими факторами. В чем заключается значение демографических показателей для общественного здоровья и здравоохранения? Во-первых, эти показатели используются в комплексной оценке состояния здоровья населения наряду с другими критериями потенциала здоровья, такими как показатели заболеваемости, инвалидности и физического развития. Во-вторых, эти показатели используются для расчета потребности в объемах медицинской помощи. Если мы знаем особенности структуры и динамики населения в стране, в регионе, мы можем определять необходимый объем средств, выделяемых на здравоохранение. Помимо этого, демографические показатели используются для разработки целевых медико-социальных программ. Также демографические показатели могут быть использованы для расчета показателей, характеризующих деятельность системы здравоохранения и организации профилактической работы. Демографические процессы, актуальные для определения тенденций в состоянии здоровья населения и развития системы здравоохранения изучают в двух основных направлениях – это статика и динамика. Статика изучает количественный состав населения на определенный момент времени по полу, возрасту, принадлежности к социальным группам, профессии, семейному положению, уровне образования, национальности, месту жительства и т.д. Основным источником формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения, а также его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем с целью определения перспектив социально-экономического развития страны является всероссийская перепись населения. В соответствии со статьей 3 Федерального закона о всероссийской переписи населения, перепись проводится не реже, чем один раз в 10 лет. Срок проведения всероссийской переписи населения представляет собой в период, в течение которого осуществляется сбор сведений о населении. Дата всероссийской переписи представляет собой момент год, месяц, день и час, на который осуществляют сбор сведений о населении и его учет. Срок проведения и дата всероссийской переписи устанавливаются правительством Российской Федерации. Организация объединенных наций также рекомендует странам проводить перепись населения один раз в 10 лет. В большинстве развитых стран мира придерживаются этого правила. Почему? Поскольку 10 лет – это как раз тот период, за который успевает подрасти и выйти во взрослую жизнь новое поколение. Помимо этого, большинство государственных программ развития стран рассчитаны на 10 лет, и итоги переписи во многом отражают результаты. Перепись населения России проходила в период с 14 по 25 октября 2010 года. Всего при всероссийской переписи населения 2010 года учтено 143,4 миллиона человек. Из них 142,9 миллиона – это, собственно, население Российской Федерации, а также 489 тысяч человек – это лица, временно находившиеся на территории России, но постоянно проживающие за рубежом. Из населения Российской Федерации можно выделить постоянное население страны – 142,8 миллиона, а также граждане Российской Федерации, находившиеся за рубежом в связи с длительной служебной командировкой по линии органов государственной власти. Россия занимает восьмое место в мире по численности постоянного населения после таких стран, как Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Пакистан и Бангладеш. На данном слайде представлено изменение численности постоянного населения Российской Федерации по данным переписей. Обращает на себя внимание рост численности населения до 90-х годов прошлого столетия с дальнейшим его снижением. Помимо этого, необходимо отметить рост городского населения нашей страны. И если в 1959 году соотношение городского и сельского населения составляло примерно 50 на 50%, то к 2010 году численность городского населения составляет 105 миллионов человек, в то время как численность сельского – порядка 37 миллионов. Следующий показатель статики как компонента демографии – это полувозрастная структура населения. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года средний возраст жителей страны составил 39 лет. Для оценки общего состояния возрастной структуры населения применяют укропненное распределение населения на три группы. Это лица в возрасте от 0 до 14 лет, от 15 до 49, а также в возрасте 50 лет и старше. Если удельный вес детей превышает таковой в группе в возрасте 50 лет и старше, то структуру населения характеризуют как прогрессивную, первый тип, то есть население молодое. Если доля детей в возрасте от 0 до 14 лет и доля лиц в возрасте 50 лет и старше равны, то структуру называют стационарной. Это второй тип. Структуру населения будут считать регрессивной, если доля населения в возрасте 50 лет и старше преобладает над количеством детей. Согласно международным критериям, население считают старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В настоящее время почти каждый восьмой россиянин, то есть примерно 13% жителей страны, находятся в возрасте 65 лет и старше. Количественное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечают с 29 лет и с возрастом оно увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. По данным переписи населения 2010 года численность женщин превышает численность мужчин на 10,5 миллиона человек. На 1000 мужчин в 2010 году приходилось 1163 женщины. Следующим компонентом статики является изучение распределения населения по территории. Для населения России характерной считают неравномерность распределения по территории. Плотность населения выступает показателем освоенности территории, интенсивности хозяйственной деятельности людей, территориальной структуры хозяйства. Плотность населения формируется в процессе исторического развития под влиянием экономических законов общественных формаций, уровня социально-экономического развития общества и природно-географической среды. Заселенность территории складывается в процессе хозяйственного освоения и выступает не только как один из факторов, способствующих размещению производства в данном регионе, но и служит следствием экономического развития страны. Степень расселения населения по территории, во многом зависящая от природно-климатических условий проживания, характеризуется высокой плотностью населения в Центральном, Южном, Северокавказском и Приволжском федеральных округах. В Сибири, площадь которой составляет практически три четверти территории России, проживает менее четверти населения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, среди федеральных округов наиболее населенными являются Центральный, Приволжский и Сибирский, на территории которых проживает более 61% населения страны. Динамика, как компонент демографии, изучает движение и изменение количества населения в результате механического перемещения или естественных процессов рождения и смерти. Механическое, то есть пространственное движение населения или миграция – это изменение численности, состава и размещение населения, связанное с территориальным перемещением людей. Миграция – один из процессов, влияющих на численность населения на национальной территории страны. Изменение миграционных процессов имеет большое значение для практического здравоохранения. Процессы миграции изменяют экологическую обстановку, требуют пересмотра объемов медицинской помощи населению, изменение сети медицинских учреждений, оказывают влияние на структуру, уровень заболеваемости, а также смертности населения, увеличивают количество контактов, способствующих распространению инфекционных заболеваний, ведет к росту стрессовых ситуаций, увеличивает уровень травматизма, влияет на показатели здоровья, поскольку у мигрантов они существенно отличаются от таковых у коренного населения. Особенно негативно смена места жительства сказывается на состоянии и здоровье детей-мигрантов, как уже рожденных, так и тех, которые будут рождены в период адаптации. Помимо этого, процессы миграции оказывают влияние на нагрузку учреждений здравоохранения. В настоящее время в мире около 150 миллионов человек живут за пределами исторической родины. Внутреннее перемещение населения считают доминирующим компонентом в миграционных процессах регионов страны. Во внутренних миграциях поток ориентирован с севера и востока в центр. В отличие от прошлого межпереписного периода, когда привлекательными для жителей России были также юго-западные территории, в последние 10-12 лет положительный миграционный прирост сложился в северо-западном федеральном округе. Два округа образуют миграционные полюса. Это центр, который стягивает население со всей территории страны, и Дальний Восток, который во все регионы население отдает. Можно выделить следующие виды миграции. Внутренняя миграция – это передвижение в пределах одной страны с пересечением границ внутри одного государства, например, между административными или экономико-географическими районами, между различными населенными пунктами. Миграция внешняя – это перемещение, при котором пересекается государственная граница. Миграция безвозвратная – это окончательная смена постоянного места жительства, например, переезд из села в город, либо из России в другую страну и наоборот. Под временной миграцией мы понимаем переселение на какой-то довольно длительный срок, но временно. Например, переселение для работы по контракту в удаленные районы севера России или в Россию из другой страны. Миграция сезонная – это перемещение людей в определенные периоды года с одной территории на другую и обратно, предположим, к месту отдыха. Миграция маятниковая – регулярное перемещение за пределы постоянного места жительства и обратно, например, к месту работы и обратно домой. Представим себе, что человек живет в области, работает в Москве. Каждый день ему приходится перемещаться, то есть мигрировать из области в город, а каждый вечер наоборот обратно к дому. В течение последних двух столетий для всего населения мира был характерен интенсивный процесс урбанизации. Урбанизация – это процесс повышения роли городов в развитии общества. И если в начале XIX века в городах проживало только 3% населения земли, то в начале XXI века в экономически развитых странах городские жители составляют более 80%. На слайде представлено соотношение городского и сельского населения Российской Федерации по данным переписей. Мы видим, что если в 1959 году соотношение сельского и городского населения составляло 48 к 52%, то к 2010 году доля городского населения выросла практически до 74%. На слайде показано соотношение естественного прироста или убыли и миграционного прироста в России в период с 1989 по 2010 год. Обратим внимание на данные за 2009 год. Мы видим, что миграционный прирост, представленный голубым цветом на графике, полностью компенсировал убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. Это синий цвет на графике. Современная Россия характеризуется выраженными миграционными процессами. Согласно докладу Организации Объединенных Наций, в 2002 году Россия находилась на втором месте по числу законных и нелегальных иммигрантов, уступая по этому показателю только Соединенным Штатам Америки. В 2006 году в России, по разным оценкам, находилось от 5 до 14 миллионов нелегальных иммигрантов. Ежегодно в Россию на заработки приезжает около 20 миллионов трудовых мигрантов, среди которых 10 миллионов трудятся нелегально. По данным Федеральной миграционной службы, на июль 2013 года в России незаконно трудилось свыше 3,5 миллионов иностранных граждан и только более 1,8 миллионов работают с действующими разрешениями на работу и патентами. За 9 месяцев 2013 года в Москву и Московскую область въехало 3,3 миллиона трудовых мигрантов, а в Санкт-Петербург и Ленинградскую область 2,5 миллиона трудовых мигрантов. Второй блок динамики как компонента демографии «Естественное движение». Естественное движение населения или его воспроизводства – это изменение численности, состава и размещение населения, обусловленное рождением, смертью, динамикой браков и разводов. К показателям воспроизводства населения относят следующие – рождаемость, смертность, естественный прирост, фертильность, младенческая смертность и ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Среди этих показателей можно выделить два наиболее значимых, так называемых интегральных медико-демографических показателя, которые отражают не только состояние здоровья населения, но также социально-экономический уровень развития государства. Это младенческая смертность и ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Рождаемость – это число родившихся за определенный период времени, обычно за год, в расчете на тысячу человек средней годовой численности населения. Необходимо отметить, что в статистику рождаемости войдут дети, родившиеся живыми. В 2012 году в Россию вступили в силу новые критерии живорождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Живорождением считают момент отделения плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более, либо менее 500 грамм при многоплодных родах, или в случае, если масса ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более и наличии у него признаков живорождения. Сейчас необходимо регистрировать рождение детей с массой свыше 500 граммов после 22 недель беременности. Ранее такие дети попадали в официальную статистику только в том случае, если смогли прожить более недели. Смертность – это отношение числа умерших за временной период, обычно за год, к средней годовой численности населения в расчете на тысячу человек. Младенческая смертность – это смертность детей первого года жизни в расчете на тысячу детей, родившихся живыми. На слайде представлена динамика основных медико-демографических показателей в России за период с 2006 по 2013 годы на тысячу человек населения. Рождаемость, смертность, младенческая смертность и естественный прирост. Под естественным приростом понимают разность между показателем рождаемости и смертности. В течение длительного времени имелась неблагоприятная тенденция к превышению показателей смертности над показателем рождаемости, и соответственно естественный прирост, а точнее естественная убыль населения имела знак минус. Однако в 2012 году показатели рождаемости и смертности сравнялись. Мы видим, что естественный прирост равен нулю. А данные за 9 месяцев 2013 года свидетельствуют о небольшом превышении показателя рождаемости над показателем смертности. Какие факторы определяют тенденции медико-демографических показателей? Это главным образом социально-экономические факторы, занятость населения, уровень заработной платы, обеспеченность населения жильем. Это факторы, связанные со здоровьем населения. Факторы, связанные с доступностью и качеством медицинской помощи. Это условия, связанные с поддержкой государства, молодых семей, семей, имеющих нескольких детей. На показатели рождаемости и смертности также влияет возрастная структура населения. На уровень рождаемости могут оказать влияние психологические факторы, установки населения, желание населения иметь детей. На показатель младенческой смертности, помимо состояния здоровья родителей, а также качества и доступности медицинской помощи, оказывают влияние критерии живорождения. Как мы сказали ранее, в 2012 году в Россию вступили новые критерии, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Именно с этим фактором связан небольшой подъем показателя младенческой смертности в 2012 году. На слайде показано сравнение показателей смертности населения России и показателя смертности в странах Европы. Мы видим, что показатель смертности в России значительно превышает уровень смертности в таких странах, как Норвегия, Австрия, Финляндия. На слайде представлены основные причины смерти населения России, данные за 2012 год. Необходимо отметить три лидера – это болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины, к которым мы относим травмы, отравления, несчастные случаи и другие последствия воздействия внешних причин. В структуре причин смерти населения России на долю болезни системы кровообращения приходится более половины. Доля новообразований составляет 15%, доля внешних причин около 10%. На долю трех причин, на долю трех классов заболеваний, БСК, новообразования и травмы приходится около 80% всех причин смерти. Необходимо отметить, что подобная структура сложилась в России относительно недавно. Если мы посмотрим статистику 10-летней давности, то увидим, что среди причин смерти на втором месте находятся травмы, отравления и несчастные случаи. В последние годы, во многом благодаря эффективной реализации ряда целевых государственных программ, внешние причины ушли на третье место, уступив вторую позицию новообразованиям. Среди причин смерти от травм и отравлений наиболее проблемными являются следующие. Уровень убийств в России в 20 раз выше, чем в Европе. Частота отравлений в 17 раз выше, чем в Европе. Пожары, а именно воздействие дыма и пламени. Суициды среди молодежи превышают средний мировой показатель в 2,7 раза. Утопление, как основная причина смерти у детей в возрасте от 5 до 9 лет. Тяжесть ДТП. Число погибших на 100 пострадавших в России составляет 11, в то время, как в странах Европы колеблется от 0,8 до 5. Практически 60% всех случаев смерти от внешних причин произошли в состоянии алкогольного опьянения. Анализ причин младенческой смертности показывает, что лидирующей причиной смерти детей на первом году жизни являются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, а именно родовые травмы, внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, а также дыхательные расстройства новорожденного. Перинатальный период делится на антенатальный или дородовый период, начиная с 22 недель беременности, интранатальный период, это непосредственно роды, и постнатальный период 7 дней после родов. На состояние, возникающее в перинатальном периоде, приходится 55,7% случаев младенческой смертности. На втором месте находятся врожденные аномалии, на долю травм, отравлений и несчастных случаев приходится 5%. Следующий показатель, который наряду с младенческой смертностью является интегральным медико-демографическим показателем, это ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – это число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению или числу родившихся в изучаемом году, при условии, что на протяжении последующей жизни этого поколения сохранятся существующие повозрастные коэффициенты смертности. По данным на январь 2012 года, средняя продолжительность жизни при рождении в России для обоих полов превысила 70 лет. По оценкам экспертов Организации Объединенных Наций, к 2015 году ожидаемую продолжительность жизни для обоих полов 70 лет и более будут иметь 57% стран мира. Ожидаемая продолжительность жизни для обоих полов в 2011 году в Великобритании составляла 80 лет, в Германии – 81 год, во Франции, Испании, Италии – 82 года. Россия заметно отставала от этих стран и прежде, но в послевоенный период до середины 60-х годов разрыв сокращался. Со второй половины 60-х годов предыдущего столетия ситуация изменилась, разрыв стал быстро нарастать. В 1990 году отрыв от этих стран был недопустимо велик, особенно у мужчин, у которых он нередко превышал 9-10 лет, хотя был достаточно большим и у женщин. Сегодня же отставание по ожидаемой продолжительности жизни достигло еще больших размеров, у мужчин оно превышает 10-15 лет. Разрыв между Россией и многими европейскими и другими развитыми странами сейчас больший, чем был в начале 20 века. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения сообщила в ежегодном докладе, что продолжительность жизни российских мужчин самая короткая среди населения Европы и Средней Азии. Российские мужчины в среднем доживают лишь до 63 лет. В то же время занявшие первое место по продолжительности жизни мужчин израильтяне живут в среднем 80 лет, британцы 78, а испанцы 78,8 года. В декабре 2012 года Росстат опубликовал оценки ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2003-2010 годах, а также впервые для 2011 года, 64 года для мужчин и 76,6 года для женщин. Ожидаемая продолжительность жизни существенно различается по регионам России. Более высокие значения неизменно фиксируются в Северокавказском федеральном округе и в целом по европейской части России, самые низкие же в Дальневосточном федеральном округе. Различия между регионами-субъектами Российской Федерации нередко достигают 20 лет. При снижении смертности и повышении ожидаемой продолжительности жизни региональная дифференциация сокращается. В 2011 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении варьировала от 61 года в республике Тыва до 76 лет в республике Ингушетии. Региональные различия по продолжительности жизни мужчин более значимы, чем по продолжительности жизни женщин. В 2011 году они составили 16 лет у мужчин и 13,5 лет у женщин. Еще одной особенностью демографической ситуации России является значительная разность продолжительности жизни у мужчин и женщин, которые достигают 12 лет. Основными целями демографической политики в России до 2025 года являются следующие. Стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142-143 миллионов человек. Создание условий для роста численности населения к 2025 году до 145 миллионов человек. Повышение качества жизни. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, а к 2025 году до 75. Основными задачами демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин. Сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза. Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотиваций для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями и инвалидов. Повышение уровня рождаемости, увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции. В статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что сегодня в России живет 143 миллиона человек. По оценкам экспертов, при инерционном сценарии, то есть при сохранении существующих и отсутствии новых мер, к 2050 году оно составит 107 миллионов человек. Если же нам удастся сформулировать и реализовать эффективную комплексную стратегию народосбережения, население России увеличится до 154 миллионов человек. Среди приоритетных направлений демографической политики были выделены следующие. Первое. Поддержка многодетных семей. Меры по преодолению временной бедности, связанные с рождением третьего ребенка. В дополнение к этому должна быть реализована специальная программа по первоочередному улучшению жилищных условий для семей с тремя и более детьми. Будут предложены дополнительные решения по содействию занятости женщин с детьми. Они дадут возможность успешно сочетать материнство и профессиональную деятельность. Гибкий трудовой график, дистанционная занятость, детские сады и ясли. Женщина, выходящая на работу после декретного отпуска, должна получить новые возможности по дополнительному профессиональному обучению, а работодатель, принимающий ее на работу, содействие от государства. Второе. Для решения демографических проблем объективно потребуется умная миграционная политика. Нужно будет обеспечить миграционный приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год. В первую очередь за счет привлечения на постоянное жительство в Россию наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, а также квалифицированных иностранных специалистов и перспективной молодежи. Предлагается снять все ограничения для тех иностранных граждан, которые на общих основаниях с гражданами России, то есть сдав экзамены и обучаясь на русском языке, хотели бы поступить в наши профессиональные учебные заведения. Значительно упростить путь к получению вида на жительство и затем гражданства России для выпускников в наших вузах, устроившихся на работу по специальности. Благодарю за внимание!